привет сегодня будем разбирать и менять термопасту на playstation 3 модель 3008 а вот она немножко уже подуставшие здесь не хватает болтов кто-то уже видимо лазил неё вот но они действительно одно два болта я уже открутил вы мне нажалась запись продолжим в общем разбирать думаю что сложно разбирается я свою разбирал не 2008 первая слинка самое которое греется вот поменять ну и уже более 10 лет и я думаю стоит уже все-таки поменять термопасту все работает она неплохо откручиваем все болты вот тут на вашей хорошем состоянии должны пластиковые заглушки в углу здесь нет ничего это оставляем штуку там жесткий диск там ничего нету а вот под крышечкой маленький болтик он как раз держит панель жестким диском вот оно должно быть легко все так с посмотрим давненько чуть-чуть в сторону она идет вправо подбегается здесь даже ручка есть такая за которую можно потянуть и вытащить жесткий диск и уже я вижу все грязные даже что-то вон куски пыли сыпется так теперь теперь чем печь открытие так я помню куда-то надо какой-то край потянуть в общем он сам уже и потянулся вот такая грязнули очень тут уже грязненькая сейчас будем все делать поэтапно и соответственно вентилятор вон белаешь и соответственно записывать также первые вот сняли верхнюю крышку дальше отсоединяется блок питания здесь и с другой стороны и и по моему его надо тоже тут пару винтиков открутить чтобы его снять один маленький винтик все винтики складываем в разные кучки чтобы потом не перепутать вот все достаточно просто вот сами контакты блок питания легкие но тоже надо все почистить у нас мега радиатор привод шевельца аккуратно отключаем шлейфы и убираем привод а вот руки огромные рекомендую использовать пинцет тут есть ленточка цены за которую можно все это подвергать так и аккуратненько еще один шлейф тут под ним подложка пощелкивается так ну я сейчас пока все это дело очищу чтобы было хотя бы удобно ковыряться в этом всем и мы продолжим итак я продул эти элементы все воздушной пушкой очень много пыли вот еще даже осталось сейчас хотя бы разбирать ее можно дальше теперь мы отключаем здесь мир здесь антенна по идет тоже наверное стоит отключить этот проводок туда-сюда в общем поехали поехали дальше разбирать все чудо-науки и техники и и и и и и и и фотографируем чтобы потом не париться и не думать где там чё в каком месте чтобы теперь нам это снять так здесь отключаем шлейф передней панели дальше дальше-то дальше-то шевелится дальше вот все просто это на почистку далее на разборку что даже стол зачахался вот самое главное здесь указаны даже стрелочки и должны быть ну почему-то не по номерам в общем так здесь тут винтик указан тут это наверное чтобы полностью открутить систему охлаждения здесь что-то у нас тут придерживает ладно это мы потом разберемся сейчас нужно все черные какая-то ржавчик напиши идет есть самое главное что они как будто затянуты они подогнаны подогнуты когда вы их откручиваете их растопыриваете на самом деле разбирать 10 минут не очень долго успеть бы за час все сделать и загрузить еще одну игру так вот четыре винтика желательно все винтики там туда вкручиваем где они были через запутались сторонку все запоминаем сразу очень скатографируем чтобы потом не было вопросов так и все равно придется открутить серную банку стрелочки запоминаем можем даже если есть маркер или карандаш нарисовать потом кружочки чтобы не гадать где какие тогда закручивать дырок полно запариться тут не был привинска очень держит это охлаждающая часть нашей всей системы теперь она тут как-то должна открываться вот еще один четвертый четвертый видео четвертый вот тут да вот так вот открываем уже у нас всякие резиночки вот у нас плата кусочки грязи кусочки пыли так дальше почистим и продолжим теперь нам надо аккуратно все все винтики открутили сняли крышку аккуратно поднимаем материнскую плату нужно было его отсоединить проводок и так ощущение что тут уже кто-то что-то делал и она вполне свежая паста дальше по все это продаю почищу и опять же продолжим так интересно почему-то термо 1 накладка ну да ладно убираем сторону продолжаем так кулер у нас ну чушь кулер кулер держит 4 винтика то подойдет ли у нас это отвертка подходит самые маленькие винтики полу пачкать начался термопасты пасты меняли да наверное не знаю я по моему она тут не белая раз уж наверно не лазил кто-то что-то делал вот она собственно все самой и отсоединилась радиаторы это еще все почистим протрем и уже потом как буду наносить пасту мы продолжим с пока ну так это открываем где стены вот лопатку взял от предыдущего в общем пыль везде удалил самый долгий процесс это удалить пыль из-за всех щелей теперь нам нужно нанести термопасту пробуем не пользовался я еще плану тут из себя вот оно загибается он нужно тебе по сейчас вот даже с лихвой и не стал интересно Килограммчик, по-моему, бахнул, ладно, сейчас глянем. Нормальный кусок, здоровый, кристалл, покроем всю поверхность. Интересная консистенция. Паста вроде и жидкая и густая в то же время. Паста. 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 лопатки отшкрябать размазываем и покрываем поверхность далее ну в общем она была я бы не сказал что прям уж сильно грязно бывало и грязней но все равно техника залог здоровья чтобы была чистота залог здоровья чтобы не было проблем лучше это делать все своевременно каждый месяц не стоит конечно туда весь там смотреть но 2-3 года хотя это больше протянуло без вмешательства так как бы нам сошкрябить спалки это все теперь хорошее все лишнее не используется так как тонкий ну в общем все легло как надо осталось собрать аккуратно не спеша сейчас подготовлюсь к сборке и так термопаста поменена теперь нам нужно собрать обратно вставляем вентилятор обратно здесь пазы по-другому не поставить одеваем надеваем ее на радиатор что-то не надеваем что-то не надеваем здесь тоже есть места которые которые из которых в общем не промахнешься 1 2 3 4 4 штырька которые у нас непосредственно направляющие вентилятора вентилятора и его корпуса попасть бы руками пошел зацеп руки уже не те вот здесь есть так и еще один посередине сам вентилятор притягивает все наживляем теперь закручиваем сильно не надо перекручивать ничего никуда она не улетит просто закручиваем до упора ничего не перетягиваем лететь некуда ему так что если еще то когда нибудь открутиться то она никогда не открутится все так это на своем месте теперь нам нужно установить материнскую плату на место здесь у нас все прекрасно нанесено вагон пасты маленькая тележка тут у нас место для жесткого диска значит тем и концом туда устанавливаем так проводочек идет у нас в эту дырочку все прекрасно туда зашел вилка блок питания тоже здесь разъемы сетевой карты их просовываем и попадаем вот тут в углу есть направляющая в общем как то так и она тут термопрокладкой отталкивает так все установили значит теперь нам надо закрепить кожух 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 смотрим какие-то на ней следы как будто я на чуть-чуть подмокрела какой-то момент устанавливаем кожух собирать не так весело разбирать веселее так почему у нас все где-то в стороне почему это тут что тут мне кажется вот эти вот железочки они должны быть должны быть прижимать прижимать чего-то там прижимать прижимаются они внутрь их не поставить там вот они прижимаются не внутрь а прижимаются к элементу где расположены гнезда сзади поэтому она топорщится потому что она должна прижиматься должен быть прижим не торопимся все делаем спокойно даже подклинуть что все там хорошо у нас берем эти штуковины прикольные прикольные болтики оп и прикручиваем вот все отличие чтобы я у меня и в дев это самое важное это вот правильно установить с той стороной которой она все это и было здесь ее невозможно не перетянуть на тянуть она докручивается до определенного момента и все он встает гримушка должно на к верху топырится соответственно притягивать себе вот Вот так вот. Все, здесь упор, здесь тоже, дальше никуда. Все, она попорщится, все она к себе притягивает. Теперь нам надо установить это в мище. Но прежде чем установить мище, не забываем про наши пять винтиков со стрелочками. Которые всю эту пластину у нас держат. Так, вот тут. И затягиваем, сейчас все расположим здесь. Все, чтобы встало на свои места. Пока не затягиваем, наживляем. Вот так. Все разместили, теперь нужно все это на тяг закрутить. Вот. Стало отлично куда надо. Это тоже стало. Как-то она перекосилась первый раз и застряла. Ничего не должно быть с особым усилием. Все должно ровно и плавно вкручиваться. Если усилие, значит где-то что-то перекосилось. И нужно подправить, либо выпрямить, восстановить на свое место. Все легко. Все закрутили. Еще раз проверим. Все по кругу. Все здесь есть прижим. Так, здесь не было винтика. Здесь. Все затянуто. Маму, не горюй. Прогнулся. Ну, тут специально есть где-то загибы всякие. Все здесь конструкция продумана. И придумана производителем. Вот так уже лучше. Теперь готовим дно. Убираем сторонку. Ремичку нашу. Мега поролончик рабочий. Так, вот дно. Сейчас я, наверное, еще раз попробую. Я его замучился оттирать. Но остаются терки. Итак, берем наше дно. И дотираем. Все все равно не вытереть, но хочется максимально. Эта железочка, она ничем тут не держится, выпадает. И, в общем, где-то она тут стоит, в общем, в этом месте. Где-то ее тут место. Сейчас посмотрим. Так, аккуратно проводочки убираем. Маленький шлейфик тоже. Вот, видно. Маленький шлейфик тоже отгибаем и устанавливаем. Так, мы сейчас попробуем с этой стороны завести ее на свое место. Места, нет. Вот, уже вставляется. Так, заводить надо, значит, сзади. Потому что там дно. Обгибаем шлейфик, забиваем. И все, вот она встала. Так, железка у нас, вот эта вот. Лезка без особого значения и месторасположения. Вот она у нас достала уже, где эта хрень стояла. Подключаем самое важное кулер на место. Здесь есть тоже пазы, так что обратно перевернуто их никак не воткнуть. Так, как оно должно втыкаться. Вставляем микро-шлейф. Он жесткий, поэтому он без всяких защелок. Основание синее жесткое. Так, прокладываем проводочки Wi-Fi. Так, как они у нас были? Это надо уже смотреть. Фотку. Делаем все, фотографируем, прежде чем что-то открутить, снять. Лучше сфотографировать, чтобы потом не гадать, как же оно, блин, там было. Так, что вот рекомендую все это запечатлеть хозяйство, чтобы потом было легче собирать. Ну, или в край видеороликов таких подобных много. И, собственно, можно, пусть вы что-то забыли, подсмотреть у кого-то. В общем, они даже ложатся. Вот если все правильно проложили, тут они даже сами по себе и в таком порядке укладываются сами. Если справа это белый, слева это черный. Но если даже перепутаете, ничего страшного не произойдет. Аккуратненько их возвращаем. Сильно тоже давить не надо. Чуть-чуть восстановили гнездо и чуть-чуть нажимаем. И он так хром и одевается. Одевается маленький щелчок. Все, проводки у нас на месте. Передняя панель подключена. Теперь можно установить самое, наверное, сложное и аккуратное. Это установка привода. Самая тут часть это вот это место. Теперь, когда снимаете, подцепляете эту штуку и его вот так вот приподнимаете. Вот. Чтобы не вырвать, не выдернуть. Ничего. Какое оно интересно. Там как будто все болтается. И так. Теперь нам надо его подключить. Я уже не помню, как я тут вышел из этого положения. Как я его сюда подключал-то. Вот теперь он вытаскивается. Если мы руками, блин. Надо хотя бы на ней сесть сейчас. И разобраться. Особая нужна сноровка. Так. Чуть-то у нас со шлейфом. Он тут. Как тут прижимается от панели. Ну, как-то он тут. А, он тут прижимается, прижимается. Все равно, его там ничего. Все в общем, не тут прям. Надо быть мастером, чтобы его туда установить. Так. Сейчас, секунду. Я хотел бы, чтобы видеть, как я буду мучиться. Наверное, вот чё ты там прыгаешь? кривод. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Конечно, с этим шлейфом полное извращение. Видимо, они придумали, чтобы люди сами не лазили особо. Так. Вот тут. Надо ещё его тут поставить сразу. Вот так вот. Он стоит там, где надо. поднимаем. Эту тибелью поднимаем. Шлейф, Максима, ну, нет. Только вот тибелью подниму, что ли. Я уж не помню, как я ее вращался-то с ним. Ну, и так потихонечку, легонечко. В принципе, он в принципе, он никуда там особо не попадет мимо. Просто он упирается в саму закрывашку. Я сам себе загораживаю ее в прицел. Так. И почему? Ага, в такой сторону чуть-чуть. Гаденый. Так. Вот попробую это я вот отсюда пройти с этой стороны. И так. И с этой стороны и с той. Ага. вот так мы делаем двумя руками. Становится маленьким бринтом скрудной. Семь потов называется подключение. Вот, попал. Попал в это хозяйство. Тут есть линия. Тут оно далека. не до конца. Прямо тут же выстрелил. Так. Еще раз. нет. Ух, блин, японцы с питающими. еще раз. Еще раз. И еще раз. Да что бано. Так, беру паузу. так. Очередная незадача. Незадача. Задача. 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 щелку. Ух. Отпускаем этот баян. Баян, баян. Баян, баян. Ну, спасибо, Соня, за этот шлейф. И просто медом войти. Да блин! Выдумщики. Нет, так невозможно отпустить и защелкнуть одной рукой. Это не получится. Он не... Он выскакивает оттуда. А двумя руками непонятно, короче. Вот. Встал. Встал. До линии. До линии. Всё. Закрываю его. В общем, аккуратно двумя пальцами. Если пальцы сосиски, то ничего не получится. Так. Ну, ровно. Ровно. Всё. Вот там прям должна до чёрной защелки. Прям и до полоски. Полоска на 1 мм выше. Всё. Вот он установился. У нас привод. Хлопаем в ладоши дружно. Так. И теперь уж ну тут маленькие они тут должны как по массу по свисту. Вот. Хоть записывается. Да, записывается. Ура. а то бывает не срабатывает нажатие. Да, его не держишь в руках. Здесь вот такая пластиночка. И с помощью неё и втыкаем шлейф. так. Ну, всё. Осталось установить блок питания и жёсткий диск. Так. Блок питания. Вот тут есть дырка. Вот тут есть два штырька. И, в общем, надо насадить блок питания на эти штырьки. очень интересная забава. Здесь у нас провод. Всё. Насадилось. Соединяем. А. Хоть я попадаю в кадр. Соединяем. Всё. Это наше безобразие. Вот два винтика осталось. Интересно. Там ещё один винтик был. Прямо где привод. Вот. Стрелочка. Но его там не было. Это, видимо, предыдущая разборка или ещё. Утеряны винтики. Странно как-то. В общем-то, как их можно утерять-то? Так. Вначале прикручиваем. Два винтика у нас от блок питания было. Их хорошо прикручиваем, потому что на них идёт земля для всей приставки. Всё. Плотность закрутили. Подключаем питание. Что оно тут просто? Ну, походу, оно тут просто. Здесь у нас эти штуковины всё на месте. Ну что? Осталось закрыть и установить. Что? Ходит. Закрыть. Не открыть закрывашку. Так. Через перед, через зад, через перед одевается она. Поделась. Ура! Хрустит. У бедолаги. Единственное, что я забыл протереть, это жёсткий диск. Жёсткий диск фирмы Toshiba. Очень надёжный. Вообще компоненты хорошие. Память Samsung стоит. Всё вообще шикарное. PlayStation. Чтобы её спалить или ушатать, надо хорошо постараться. Так. Вот тут ручка даже. Ну вот эти вот моменты мне прям очень нравятся. Всякие ручки, всякие приспособления. Всё такое. Классненькое. Умели раньше делать. Так. Синий винтик. У меня синий. Не знаю, у кого-то может думать. Так. Почему он так? Бантишка застрял. Пошёл. Длинный, длинный. Болтик. Так. А, нет. Вон, уран. Что-то думаю, круто. Ничего и думаю. Что-то не то. Как-то оно не так. Мега заглушка. Устанавливаем заглушку и теперь закручиваем. Ух, офигеешь его крутить. Самый длинный и долгий болтик. Это болтик от жёсткого диска. Ну и остаточки у нас. Это по корпусу. Один, два, три. Тут ручка даже. Ну вот эти вот моменты мне прям очень нравятся. всякие ручки, всякие приспособления. Всё такое классненькое. Умеяли раньше делать. Так. Синий винтик. У меня синий винтик. А вот у него другой. Так. Почему он так? Батюшка застрял. Пошёл. Длиннее, длиннее. Болтик. Так. А, нет. Вон, урана. Что-то думаю, кручу и думаю, что-то не то. Как-то оно не так. Мега заглушка. Устанавливаем заглушку и теперь закручиваем. Ну, офигеешь его крутить. Самый длинный и долгий болтик. Поджёсткого диска. Ну и остаточки у нас. Это по корпусу. Один. Два. Три. Четыре. Два. 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 Три. До встречи. А вот этот самолет 506... Уже охота включить. Уже мысли о том включить. Посмотреть. Я сфотографировал как было до этого. В общем паста была не деревянной. Не сказать, что прям, ну и очень всё плохо было. Так, что особых там мега результатов я не жду. Это сделал для того, чтобы как можно больше продолжить ее жизнь существования еще на этой планете земля я и 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 Вот такое маленькое приключение на несколько часов. Самое долгое это обтирать пыль, обтираться из всех углов. Корпус, кстати, компании Foxcon, там перевоспечатель Foxcon, поэтому он интересный, хотя и джойстик если разобрать, по-моему, у него там тоже Foxcon указано. Такой достаточно известный производитель. Так, ну все, готово, можно попробовать ее прям тут просто так или не просто, лучше подключу и запущу что-нибудь и запишу или сделаю вводку температуры. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся, дальше будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok